Салон общественного транспорта, в котором все пассажиры в масках, картина привычная. Ежедневно, утром и вечером специалисты Департамента транспорта, полиции и представители городских перевозчиков проверяют салоны автобусов, трамваев, троллейбусов, а также подвижной состав метрополитена на соблюдение самарцами ковидных ограничений. Оправдания в духе «забыл» или «потерял маску» на проверяющих не работают. Тем более, что во время рейда средства защиты раздают прямо в салоне общественного транспорта. «Нарушителей мы выявляем совместно с полицией, на них вставляются административные протоколы. Всего за весь период нашей работы с осени прошлого года таких протоколов составлено 455. Если брать только этот год, то это 309 протоколов. За прошлую неделю 4 штуки составлено. Нарушители привлекаются к административной ответственности. Это статья 20.6.1, часть 1, штраф до 30 тысяч рублей». Касаются подобные проверки не только пассажиров, но и сотрудников транспортных предприятий, кондукторов и водителей. Они не только должны соблюдать масочный режим сами, но и побуждать пассажиров заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. «Экипажам в утреннем режиме напоминаем о том, что необходимо надевать защитные средства. Напоминать об этом пассажирам в ходе рейса, чтобы все пассажиры были в масках. Работает автоинформатор, который напоминает пассажирам, что масочный режим не отменен и необходимо в общественных местах надевать защитные средства». К таким проверкам жители привыкли и стали относиться лояльнее, даже в жару. Лучше маска, говорят, чем больничная койка. «Пока вирус, надо в масках ходить. Я всегда хожу в масках». Безопасность во всех видах транспорта во время пандемии обеспечивается не только в соблюдении масочного режима. Ежедневно подвижной состав моют и дезинфицируют. А большая часть персонала транспортных предприятий привилась от коронавируса. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.